МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Административные штрафы размером до 150 тысяч рублей. Однако загвоздка в том, что подобная продукция не лежит в открытом доступе на прилавке. А выявить место, где снюсы продают детям, сложно. Потенциальные покупатели – дети. Именно они и делают контрольные закупки, а потом вызывают полицию. Принято вот это постановление. Его примут только весной. С 1 января вообще. А где это? Это когда это? Вы новости читаете? Чего? Новости читаете. Я телевизор смотрю. Ну вот телевизор. У нас артификаты есть вообще. Сертификат есть? Все, у нас есть. Ну, хорошо, сейчас приедут. Покажете все. А кто приедет? Здесь сотрудники. Какие? Полиция. А при чем здесь полиция? Мест, где все еще пытаются сбыть эту гадость, в Ульяновске много. Поэтому молодые люди проводят рейды ежедневно в разных частях города. Молодых поддерживают старшие товарищи. К сожалению, у нас до сих пор стоит в актуальной повестке вопрос это СНЮС. Активная его продажа несовершеннолетним. Понятно у нас, что крупные торговые сети, федеральные, региональные, они просто убрали с прилавков вот эту гадость. Но, к сожалению, мелкие торговые точки, нестационарные торговые объекты, это ларьки, какие-то там пристрои и прочие, табачные лавки, которые расположены в крупных торговых центрах, как на сегодняшний день в частности, менее там торговые центры, они активно отпускают вот этот СНЮС. О законе продавцы и хозяева торговых точек знают, однако уничтожать отраву не торопятся. СНЮС продолжает продавать, как, например, в торговом центре «Созидатель» в новом городе. Продавец знает, что без предъявления паспорта продавать СНЮС нельзя, но все же предпочитает отпираться до последнего. Скоро на место прибывает и хозяин торговой точки. Однако ему быстро приходится признать, что товар, на который он не может даже предъявить сертификат покупателю, не может находиться в торговом обороте. И сам уничтожает СНЮС. У нас самого ребенка, я и говорю, не дай бог. Кстати, могу вам на воду дать этот порой. Чтобы молодые любители СНЮСа не достали его из урны, мужчина залил растоптанные банки моторным маслом. Молодые активисты рассказывают, что существует целый проект, по которому они работают. После мероприятия в ТЦ «Созидатель» ребята нам рассказали об этом проекте. У нас была плановая закупка по проекту «Народный контроль» так называемым товаром СНЮС, который сейчас среди молодежи очень распространен и была создана продажа несовершеннолетнему. Юные общественники рассказывают, что во время своих рейдов не раз видели очереди детей за СНЮСом. Внимание к товару со стороны властей обострилось тогда, когда в школах было отмечено участившееся неадекватное поведение детей. Месяц назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать пакет мер, которые уберут ядовитые смеси из торгового оборота. Как видим, поручение выполняется. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.